Питер Фарфан Фернандо при встрече с Рензо признается, что она не любит его. Майор Зарат выдвигает версию, что к нападению на доктора Беллида причастна Лукреция де ле Торо. Америка Продуксионос представляет Производство Хосе Энрико Крусилия Соня Смит И Роберто Матеос В телесериале «Милагрос» По роману «Делия Фиала» Авторы сценария Джованна Пьерона и Энрико Монкло В ролях Хуан Витали, Роберто Вандер, Уга Кассианси, Ивон Фросинет, Альберто Изолла, а также Регина Альковер, Ренальдо Аренас, Мирна Бракамонте и другие. Америка Продуксионос, Мирна Бракамонте и другие. Костюмы Хосе Гевара Художник Кильермо Исса Композитор Простите, что приехал без предупреждения, дело очень срочное. Вам придется подождать, майор. Сейчас я не могу уделить вам время. Может, назначить встречу на завтра или послезавтра? Простите, сеньора Лукреция, но я настаиваю. Дело не требует отлагательства. Я должен допросить вас обоих. Допросить? Меня это смешно. Прошу, сеньора Лукреция, поймите меня правильно. Это ненадолго. А в чем, собственно, дело? Нужно, чтобы присутствовала сеньорита Милагрос. Это официальный допрос? Нет, конечно, нет, доктор. Надеюсь, вы и сеньора де ле Торо будете сотрудничать с нами, да? Да, конечно, майор. Вы употребили термин «допрос». Это официальный визит. И значит, вы вначале должны зачитать нам наши права. Может, я был груб, доктор? Простите, попробую еще раз. Попробуйте. Не могу ли я задать сеньоре де ле Торо и сеньорите Милагрос Варгас несколько вопросов, касающихся моего расследования? А при чем здесь Милагрос? Это смешно. Прошу, позвольте мне допросить ее, сеньора Лукреция. Вы хотите помочь следствию? Вы ведь не пойдете против закона? Нет, конечно, нет. Конечно, мы рады помочь следствию, не сомневайтесь, майор. Сделаем все, что в наших силах. Хорошо. Пожалуйста, позовите сеньорита Милагрос Варгас. Теодора, приведи Милагрос. Извините, сеньора Лукреция, но поскольку сеньор Беллида без сознания, мне приходится допрашивать вас. Тут ничего не поделаешь. Ну что ж, предлагай тост. Нам не за что пить, Рензо. Мне есть за что, но я не скажу тебе. Я повторю, нам не за что пить. Может быть, выпьем за нашу любовь? Пожалуйста, Пипа, пойдем со мной. Если ты это сделаешь, я в долгу не останусь, хорошо? Прошу. Значит, ты будешь участвовать в моем новом шоу? Скажем, я подумаю. Прошу тебя, Пипа, если не ради меня, то ради Милагрос. Ну, сделай это, пожалуйста. Нет, в тот дом я не поеду. Пипа, Пипа. Странно, что ты не хочешь познакомиться с богатыми людьми. Разве тебе не интересно посмотреть, как они живут, а? Пипо. Ладно, ладно. Если так, я готов. Хватит меня уговаривать. Поехали. Ты что, собираешься в таком виде? А ты? Поедешь с такой прической? Извини. Мне что, теперь костюм надевать? Если ты хочешь, чтобы я поехал, смирись с этим. Если ты меня стесняешься, найди себе другого компаньона. Понятно? Здравствуйте. Вы хотели меня видеть? Я майор Зарата. Это мой помощник Деля Гула. Рада познакомиться. Мы хотели спросить вас о сеньоре Белидо. Но я знаю его совсем недолго. Это он привез меня сюда. Он был хорошим другом моего отца. Майору неинтересны все эти детали, Милагрос. Милагрос, пусть майор задаст тебе несколько вопросов. Не переживай, все будет в порядке. Я хочу спросить всех вас. Вы когда-нибудь видели этого человека? Никогда его не видела. Нет, я тоже не видел. Нет. Кто он? Его зовут Питер Фархан. Именно он напал на доктора Белидо. Насколько я понимаю, вы с ним не знакомы. Но, может, вы видели его случайно? Я не общаюсь с людьми на улице, майор. Мой круг общения – это избранные люди. Вы уверены, сеньора Белидо, что иногда можно и ошибиться? Очевидно, это не тот случай. А имя вам ничего не напоминает? Питер Фархан. Питер Фархан? Нет. Ничего. Мне тоже. Нет, майор, никогда не знала человека с таким именем. Фархан. Фархан. Питер Фархан. Нет. А ваш муж, сеньора Лукреция, может, он видел его? Вы его не позовете? Его нет. Он где-то в городе. Не думаю, что он видел его. Да. А как насчет этих людей, сеньорита Варгас? Вы их знаете? Да. Знаю. Конечно же. Эти люди пытались напасть на мою подругу Марианну и меня. Ты уверена? Да. Мы помогли полиции их поймать. Я никогда не забуду эти лица. Это как раз было перед моим приездом сюда. Интересно, как такая девушка могла дать отпор тем грязным насильникам? Насколько я знаю, там была полиция. Вы не доверяете своим коллегам? Мы не доверяем никому, сеньор. Поэтому мне сложно поверить в то, что молодая девушка могла противостоять бандитам. Да, действительно, трудно поверить. Я и сама не могла поверить. Это было как в кино. У одного из них был пистолет. А при чем здесь нападение на Жерарда, майор? Возможно, эти преступления связаны, сеньора Лукреция. Почему вы так думаете? Некоторые обстоятельства. Значит, вы думаете, что нападения на сеньориту Мелагрос и доктора Жерарда связаны? Это глупо, майор. Что же связывает эти нападения? Смерть Рафаэля, вашего брата. Значит, люди, убившие отца, имеют отношение к нападению на меня, сеньора Беллида? Я здесь, дорогой. Пожалуйста, не сдавайся. Ты нам очень нужен, Жерарда. Ты меня слышишь? Ты слышишь меня, Жерарда? Ох, нет. Успокойся. Нет, нет. Забирайте все. Успокойся, любимый, тише. Я пойду за доктором и позову нашего сына. Нет. Лукреция. Лукреция? Лукреция, нет. Позвать Лукрецию? Нет, нет. Жерарда, дорогой. При чем здесь Лукреция? Ее позвать? Нет, Лукреция, нет. Наверное, это связано с завещанием. Согласно моей версии, Рэмбо и Робин виновны в смерти вашего брата. Они? Это они убили моего отца? Ну, боже, почему же вы их не допросили? Они ведь были в тюрьме. Я сама видела. Они не могут ничего сказать. Они были убиты. И как это связано? Очевидно, что Фарфан не имеет ничего общего с попыткой выкрасть Милагрос, майор. У этой фотографии их было двое. Но я никогда не видела второго мужчину. Неважно, были ли знакомы эти трое преступников. Я считаю, что тот, кто нанял Рэмбо и Робин, и тот, кто нанял Фарфана, одно лицо. Простите, майор, но все эти объяснения никуда не годятся. Вы так считаете? Ну вот, теперь, когда мы немного расслабились, может, расскажешь мне о том, в кого ты влюблена? Не собираюсь даже. Почему? Между нами нет секретов, так? Френс, дорогой, чего ты добиваешься? Просто хочу поболтать с тобой немного. Как это обычно делают влюбленные? Я сотни раз говорила, я влюблена в другого. Знаешь, а ты не выдумала этого другого? Просто, чтобы заставить меня ревновать? Чтобы я больше обращал на тебя внимание? Ты еще здесь, Челсо? Я была уверена, что ты уже на полпути к Перто-Пизаро или к джунглям. Ты куда собрался? Сейчас я никуда не собираюсь. Интересно, почему ты передумал? А мне интересно, кто сообщил сеньоре Лукреции? Вы опять ссоритесь. Челсо собирался уехать без разрешения сеньоры Лукреции. Как преступник, хотел сбежать. Ты случайно не от полиции бежишь? Они уже здесь. Кто здесь, полиция? Если спросят меня, меня нет, хорошо? Вы меня не видели. А если кто-то меня выдаст, я за последствия не отвечаю. Чего ты боишься? Что-то натворил? Не люблю полицию. Не люблю, когда допрашивают. Если у тебя нет денег, то из тебя всегда сделают виноватого. Вы подозревали, что Рафаэль Де Ле Туре ваш отец? Нет. Откуда мне было знать? Монахи не пообещали маме, что никогда не назовут мне имя моего отца. Но вы знали, кто он такой? Ну, да. Я читала в газетах, что он погиб. А я читал, что у него огромное состояние. Я знал, что его наследники будут очень богаты. Так сказала Мариана. Мы тогда вместе читали газеты. Я не думала об этом. Не думали? А о чем вы думали? Вы хотите знать? Да. Что деньги ничего не значат после смерти. Неважно, беден ты или богат. Господь открывает двери каждому. Вы, наверное, очень верующие. И вы никогда не представляли, что он может быть вашим отцом. Как я могу такое предположить? Ты уверена, Милагрос? Может, монахинь тебе что-то рассказали? Наверное, говорили, что твоя мать работала в доме Деля Торре. А девушка твоего уровня вполне могла подумать, что... Они никогда не упоминали это имя. Никогда. Они говорили о том, что мама очень любила сын ее Чаваррия. Говорили, что если бы не та страшная трагедия, то они могли бы отвезти меня к ним в дом. Монахини часто вспоминали о той трагедии и молились. Мы всегда молились за них. Клянусь, имя Деля Торре никогда не упоминалось. Клянусь, я не знала. Я не знала, кто мой отец. Не знала. Вы, наверное, его ненавидели, да? Как можно ненавидеть человека, не зная его? Ну, ведь он бросил вашу мать, никогда не заботился о вас. Простите, майор. Но я не могу осуждать людей, тем более ненавидеть. Я всегда считала, что у моего отца были причины так поступить. Я всегда хотела встретиться с ним, узнать, кто он. Я не хотела ничего плохого. Трудно поверить в это. Если бы вы жили в монастыре без матери и отца, вы бы поняли. Там учишься по-настоящему ценить семью. Да, возможно. Ну, спасибо, что уделили нам время. Нам пора. Это и все, майор? Да, спасибо вам. О, совсем забыл. Еще одно. Этот телефонный номер зарегистрирован на ваше имя, да? Это мобильный телефон моего шофера. Могу я узнать, зачем это вам? Питер Фарфан. Звонил по этому номеру сегодня утром. Челса. Тебя ищет сеньора Лукреция. Ты немедленно должен пойти в кабинет. Ей нужно с тобой поговорить. Слушай, а полиция уже уехала? Вы звали меня, сеньора Лукреция? У вас есть мобильный телефон, да? Да. Вы кому-нибудь разрешаете им пользоваться? Нет. Иногда Себастьяну или сеньоритам даю позвонить. Но вы отвечаете за телефон? Вы используете его только для работы или нет? Только для работы. Как семейный водитель. Понятно. Это ваш номер? Вам сегодня по нему звонили? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Я выполнял столько поручений, что не заметил, куда я его делал. У меня было очень много поручений. Вы сообщили кому-нибудь? Нет, я должен был сообщить сеньоре Лукреции, но не успел. Честно говоря, не успел. Правда, я был очень занят. Вы знаете этого человека? Нет. Нет, конечно, нет. Первый раз вижу. А имя Питер Фарфан вам ни о чем не говорит? Фарфан? Фарфан. Нет, абсолютно. Это он украл. Мой телефон. Спасибо за помощь, сеньор Челсо. Если у нас появятся вопросы, мы свяжемся с вами. Сеньора, советую вам сообщить в телефонную компанию о краже. Хорошо. Прошу прощения. До свидания. Прошу прощения. Тебе было страшно во время допроса? Ты нервничала? Да, немного. Не могу понять, зачем они спрашивали меня об отце. Не беспокойся. Ты уверена, что именно эти люди пытались тебя выкрасть? Именно те, которых тебя показали на фотографии? Да, абсолютно. Ты очень смелая. Детектив сказал, что ты оказала сопротивление двум уголовникам. Да, они были вооружены. У одного был нож, а у другого пистолет. Ты удивительная девушка, Милагрос. Милагрос? Милагрос, разве тебе нечем заняться? Нет, нечем. Но если я мешаю, я уйду, тетя. Хорошо. С твоего разрешения. До свидания. Извините. Иди в кабинет. Нам нужно поговорить. Питер Фарфан. Что ты здесь делаешь? Думала, ты в Лоретто. Давно не виделись. Ты что, скрываешься? Ты меня пригласишь? Но это зависит от того, что тебя сюда привело после стольких лет. Ты с клиентом? Нет, сейчас нет. Чем дело? За тобой гонятся? Ты от кого-то скрываешься? Питер, ты же знаешь, что мне можно рассказать все. Мне нужно где-то скрыться на пару дней. Хорошо. А у тебя есть бабки? Достаточно, чтобы заплатить за твое гостеприимство. Так ты меня пустишь или мне идти к другой подружке? Не за что, дорогой. Я жутко рада, что ты вспомнил обо мне. Ходи. Не маленький стакан для цветов? Принесу вазу. Что случилось? Что с тобой? Я беспокоюсь за тебя, Мелагрос. Мелагрос. Почему? Из-за полиции, из-за всего этого шума? Нет, не из-за полиции, а из-за семьи. Мелагрос, думаю, тебе угрожает опасность. Тебе стоит вернуться в пенсион. Маргарита. Я понимаю, ты говоришь это, потому что беспокоишься за меня. Но, тем не менее, я не хочу уезжать отсюда. Я здесь счастлива. Очень. Знаю, Святой Чудотворец защищает меня. И ты тоже, мой рыцарь. Можно, майор? Майор, вы не хотели раскрывать карты до конца. И как только мы схватили ее за горло, вы ее отпустили. Неужели вы купились на эту историю о краже телефона? Телефон – это непрямая улика. Мы не можем посадить Лукрецию в тюрьму из-за того, что ее номер был последним, куда звонил преступник, понимаешь? У этих людей есть власть, есть деньги. Таких, как она, нелегко посадить. Нужно искать веские доказательства. Но ведь вы сами, получается, ее предупредили. Теперь она знает, что вы ее подозреваете. Да в этом-то и дело. Я хочу потуже затянуть веревку у нее на шее. Она испугается, совершит ошибку, и тут я ее поймаю. Вот именно в этот момент, понял? Вы так уверены, что за этим стоит сеньора Лукреция? Я сделала все, что могла Хосе Антонио. Больше ничего не могу тебе сказать. Но вы очень сильно рисковали. Это меня не пугает. Я привыкла. Что, ты считаешь, что я слишком на тебя давлю? Нет. Но скажите, что вы думаете о теории майора Зарата? А какой из них? У этого человека прекрасное воображение, но все это просто смешно. Я говорю о том, что нападения на сеньора Джерардо и Милагрус связаны со смертью вашего брата. Субтитры создавал DimaTorzok Ты намекаешь на то, что я наняла убийц для своего брата? Нет, нет, я ни на что не намекаю. Просто хочу узнать ваше мнение о теории Зараты. Не притворяйся. Я все прекрасно понимаю. Сеньора Лукреция, поймите меня правильно. Вы знаете, что мне можно доверять. Не уверена, Хосе Антонио. Дело в том, что действительно не уверена. Хорошо. Забудьте о том, что я спрашивал сеньора. Думаю, вы правы. Майор Зараты фантазирует. Может быть, он хочет продвинуться по службе с помощью этого дела. Кто знает? Ну, вряд ли эти его намерения осуществятся. У меня прекрасные знакомые в полицейском департаменте. Один звонок, и Зараты закончат свою службу в глухой деревне. Прошу прощения, сеньора Лукреция. Мне нужно в банк и к нотариусу. Мы слишком много времени потратили на майора Зараты. Извините. Лукреция в списке подозреваемых. Нет, нет. Могу сказать, что эта хромоножка с невинными глазами заставила меня поверить ей. О, значит, твоя теория разрушена? Ты слишком мягкий, Деля Гула. Вы видели ее глаза, майор? Видели? Хорошо. Милагрос Варгас все еще в списке подозреваемых. Она может притворяться. Значит, вы должны прибавить список Хосе Антонио Вилсона. Да, конечно, конечно. По-моему, он связался со старшей дочерью Лукреции. Но знаешь, он может быть связан и с твоей милой Милагрос. Фернандо, если бы я тебя не любил, я бы и так не настаивал. Не знаю. Иногда ты похож на мазохиста, любишь страдать. Если бы на твоем месте был кто-то другой, я бы подумала, что ты ухаживаешь за мной из-за денег, но... Они мне не нужны, ты же знаешь. Дай мне шанс доказать тебе, что я очень тебя люблю. Прошу, дай мне шанс сделать тебя счастливой. Я не подведу. Многие люди женятся, не любят вначале друг друга, но потом... Потом все как-то налаживается. Но это не меняет дело. Я не хочу так за нелюбимого человека. Нет, Рензо. Тогда посмотри на все это с практической точки зрения. Мы же хорошая пара, правда? Мы любим одно и то же. Умеем повеселиться. Нам всегда вместе хорошо, Фернандо. Тебе же не нравится жить с мамой. А я устал жить в одиночестве. Мы можем жить как современные люди. Будем уважать свободу друг друга. Прошу тебя, Рензо, не унижайся. Не настаивай, хорошо? Вот как здесь обстоят дела. Ни названий улиц, ни номеров домов, одни только стены. Не пойму, как Милагрос научилась жить здесь так быстро. Заметил, здесь никто не гуляет. Нет дорожек, у всех свои машины. Ну, уже, Люсия, не капли. Еще рано. Это просто барбикнул. Не знаю, Росси. Привет. Как поживаешь? Привет. В чем дело? Отстань от меня. Иди, приведи себя в порядок. Хватит. Я с тобой не хочу говорить, понял? Она расстроена из-за меня. Ну, не слушай ее. О чем вы говорили? Росси хотела уговорить меня пойти с вами на барбекю к Роберто. Меня тоже пригласили. Почему бы нам не пойти? Вместе? Так ты идешь? Мы с Люсией не идем. Не глупите, это будет классная вечеринка. Меня не уговаривай, это она не хочет идти. Серьезно? Ну, ведь траур уже отменен? Ну, Люсия, мы классно повеселимся. Давай, собирайся. Дело в том, что я никого не предупредила, куда я иду. Это не обязательно. Напишем записку маме, чтобы она позвонила твоим родителям. А если разозлиться? Ты же говорила, что у нее прекрасное настроение. К тому же траур отменили. Пользуйся этим. Это поможет тебе забыть о том, что у вас произошло. Ну, хватит. Какая красивая ваза. Где ты ее взяла? В гараже. Палома. Палома. Неужели она тетина? Не беспокойся. Посмотри на эту красоту. Что делать? Что за шум? Что здесь делает это животное? Моя ваза. Моя английская ваза. Кто ее разбил? И кто ее сюда принес? Ты это сделала, да? Воровка. Немедленно убирайся из дома. Немедленно. Ты воровка. Это не она, тетя. Это я. Я взяла в гараже. Хотела поставить цветы. Я думала, что вы больше ей не пользуетесь. Простите. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь это мусор. Мне жаль, тетя. Ты такая же, как и твоя мать. Она всегда вела себя так, будто чувствовала себя хозяйкой в доме. Я тренз. Чтобы вы не говорили о моей маме в таком тоне. Я все могу стерпеть, тетя. Но не то, как вы говорите о ней. Я не собираюсь с тобой обсуждать твою мать. Главное, чтобы Жерарда поскорее поправился. И ты могла бы уехать из дома после оглашения завещания. Маргарита, не хочу видеть это животное в доме. Избавься от него или приготовь из него что-нибудь. Милагрос. Спасибо, что не выдала меня. Почему она так обращается со мной? Почему? Я же говорила, что она думает, что станет владелицей дома. Она здесь всего несколько дней. Еще немного, и она пустошит весь дом. Не преувеличивай, Лукрица. И не расстраивайся из-за таких мелочей. Ты считаешь мелочью то, что она украла мою вазу? Насколько я знаю, она тебе никогда не нравилась. Ты ее держала в гараже со старым хламом. Конечно. Ты всегда мне противоречишь. О нет, я просто говорю то, что есть на самом деле. Милагрос действительно поступила нехорошо. Но не до такой же степени. Сегодня ваза. Завтра она возьмет без спроса машину. Она носит одежду моих дочерей. Таких людей, как она, я прекрасно знаю. Все вынесут из дома. Прошу, Лукрица, не преувеличивай. Я так расстроилась из-за нее, Бенджамин. Ненавижу ее. Боюсь, я из-за нее скоро попаду в больницу. А ты собираешься к Жерарду? Тогда я поеду с тобой. Ты же только что оттуда. Тебе надо отдохнуть. А где ты еще был сегодня? Был в банке. Закрыл счет. Нет смысла иметь счет, когда денег на нем все равно нет. Правда? Я лучше, Маргарита. Спасибо. Не представляешь, как на тебя жал, дорогая Мелагрос. Ты очень хорошая и не заслуживаешь такого отношения. Ты должна переехать в свой собственный дом. Ты права. Так действительно будет лучше. Я говорю это потому, что люблю тебя, Мелагрос. Думаю, лучше тебя будет вернуться в пансион к подругам. Мелагрос имеет права жить в этом доме. Она дочь господина Рафаэля. Это ее дом. Палома. Она должна бороться за свои права. Я всем тебе помогу, если захочешь. Я очень благодарна. Не нужно нас благодарить, Мелагрос. Вначале я думала так же, как и мама, но не теперь. Палома. Я так тобой горжусь. Но о чем вы говорите? Не о чем. Я такая эмоциональная. Не обращай внимания. Мелагрос. Спасибо. Мелагрос. 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 Тереза, мне так жаль. Мелагрос. 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 Что-то делать. Поможешь? С удовольствием. Класс. Круто. Круто. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Хорошо... Значит, священники не занимаются спортом... Ну, застави их... Это совсем недалеко... Милагрос, к тебе гости... Кто? Не знаю... Теодора их впустила... Иду... Оставайся здесь, красавчик... Спасибо... Доченька... Ничего не говори, мама... Милагрос единственный приличный человек в этом доме... Нам надо ей помочь... Даже если мне придется забыть об учебе... Но ведь ты хотела учиться больше всего в жизни... Но не таким способом, мама... Милагрос очень хорошая... Она не заслуживает такого отношения... Я стану инженером... А Себастьян врачом... Знаю, ты об этом мечтаешь... И мы осуществим твою мечту... Я не уверен насчет Себастьяна... Ты же его знаешь... Но я уже начал учиться... А эта женщина проводит нас? Мили! Мили! Мариана! Привет! Моя милая Милагрос! Пипо... Как я рада тебя видеть... Что вы здесь делаете? Мы сомневались зайти нам или нет... Пипо настоял... Я прошу тебя... Я рада, что вы пришли... Правда... Твой дом трудно было найти... Мили, все в порядке? Ты выглядишь грустной... Нет... Все хорошо... Честное слово... Ну и дом Милагрос... Похож на крепость... Никогда не бывал в таких местах... Прекрати, Пипо... Ты говоришь, как бездомный... Хотите прогуляться? Идемте... Хозяев дома сейчас нет... Никого нет... Это правда, Теодора? Но я же здесь... Да? Идемте... Послушай... Мы можем снять новую версию Ребекки здесь... Нет, лучше унесенный ветром... А в конце можно будет все взорвать... Бум! Наконец-то! Где ты была? Вот, выпей... Твое здоровье... Росо... Росо... Как думаешь, твоя мама сообщила моих демонов? Прошу тебя... Ты сходишь с ума... Выпей это... Здесь нет алкоголя... Перестань вести себя как монахиня... Ты ставишь меня в неудобное положение... Ну, выпей... Молодец... Так сладко, что это? Обычный напиток... Знаешь, кто про тебя спрашивал? Роберто... Что я хотела узнать? Хотела узнать... Есть ли у тебя парень? Встречаешься с кем-нибудь? Он симпатичный... Хозяин вечеринки прибыл! Ура! Вот вам! Вау! Ну как, веселитесь? Эй! Вы в первый раз у меня? Да, первый... Хотите потанцевать? Или, может быть, в праздничном? Пойтись по моему красивому дому... Лисия... Почему бы тебе не сходить с Роберто? Прошу прощения... Хочу съесть огромный сэндвич... Еще увидимся... Русси... Я подожду... Как поживает Милагрос? Она все еще у нас... Только делает, что портит мне настроение... Точно, как и ее мать... Похоже, он приходит в себя... Жерарда... Мы здесь, успокойся... Быстрее, быстрее... Мы должны успеть его прочитать... Что мы должны успеть прочитать, папа? Завещание... Мы должны его немедленно зачитать... Она во всем виновата... Она... Кто, Жерарда? О ком ты? Кто виноват? Кто? Лукреция... Лукреция виновата во всем... В чем она виновата, Жерарда? Что сделала Лукреция? Фильм, переведенный и озвучен студией «Семья от А до Я» по заказу компании «Интра Коммуникейшнс» 2001 год «Интра Коммуникейшн» «Интра Коммуникейшн»